Доброе утро, девочки мои! Вышла на улицу с утра. Ну, уже не совсем утро, часов 11, наверное. Духота страшная на улице. Вышла прогуляться в магазинчик, мусор заодно вынести. Фух, пройдусь. Надо прикупить кое-что из продуктов. Заглянуть в фикс прайс хочу. Давно я там не была. Ну, беру вас с собой. Пойдемте вместе. А у нас сейчас такие жаркие дни начались. Ну, вот было до 38 в Ростове, а по области до 42. Сегодня до 42 по области. Ну, в Ростове, говорят, до 33, пишут. Ну, посмотрим. Но уже с утра духотень, поэтому целый день по сплитам сижу. Вылазить из дома неохота. Вот, выхожу только, когда нужно что-то закупить с продуктов. И сейчас пойдем закупать. Так, ну вот, зашла я в фикс прайс, и сразу мы в ходе. Здесь у нас тетради всякие разные. Вот такие вот цены. Ну, обычные тетрадки стоят 5,90. Клеточка, линейка, ну и другие есть тетрадки на 48 листов. Так, ну и вот этот вот главный стенд, где у нас тут заходишь и сразу в него упираешься. Ну, вот все для школы. Ну, понятное дело, школа уже скоро начнется. Что это такое? Пенал-органайзер на резинке. А, вот такой вот. На резиночке 7,9 рублей стоит. Вот, кисточки, карандаши, фломастеры, ручки в наборах, карандаши пастельные, маркер, да, маркер. Так, тут калькуляторы. Это вот набор наклеек. Набор обложек для тетрадей. 49,50 стоит. Дневники. Дневник 99 стоит. Масочки. 5 штурм, 27,50. Кому надо. Так, ну и тут такие вот есть. Точилка механическая, 249 стоит. Это вот такая вот, крутишь ручку. Не знаю, насколько они хорошие, насколько надежные, я не знаю. А это что такое? Мелки. Интересно. Краски акварельные, 89 рублей. Гуаш. Вот такие вот пенальчики. На молнии. Вот такие пенальчики. Вот. А еще есть мешочки для сменки, наверное, скорее всего, да. Такие разных цветов. Интересные. Так, что стоит. Тут есть 199,00, но это чуть-чуть другие, потому что они все так стоят. Наверное, все. Смотрю, что-то красивое стоит. А это ароматизатор воздуха. Вот там пленочку снять, будет стоять и давать приятный запах. 149,00 стоит. Ну, тут разные еще декорации. Вообще, я люблю перед первым сентября. Много появляется интересных для школы штучек всяких прикольненьких. Пластиков, ярких набор. Так. Что еще? Лента измерительная. Точилка. Вот такие точилочки есть. Такие вот точилочки есть. Цены, видите? Набор фигурных точилок. Так. Вот эта точилка интересная. Вот такая вот. Две точилки с кисточкой. Велкие. Так. Вот такие текстовыделители. Так. И тут что? Тоже закладки разноцветные. Карандаши вот такие. Так. Карандаши. Немножие цвете, какая форма интересная. Очень интересная суть. Набор для лепки. Что это такое? Мини-карандаши цветные. Ну вот интересно. Тоже маленькие для удобства. Силиконовые закладки. Штампики. Силиконовые пеналки. Силиконовые пеналки. 249. Чтобы детки игрались на уроках. Чтобы им было не скучно. И думают же всякое такое. Так. Что-то тут шумно. Ну, все время, как всегда, здесь разбирают товар. Раскладывают, шумят. Так. Карточки. Для заметок. Магнит из полимерной глины. Интересно. Это вообще интересно, как это. Как это. Так. Ручки, ручки, ручки. Вот такие вот карандаши. Простые, интересные. Так. Набор для творчества. Тут и карандаши. И фоумастеры, наверное. Так. Это что такое? Стираемая ручка. Плюс четыре стержня. Интересное дело. Линейки. Кисточки. Такие вот линейки. Вот такие тоже. Так. Ну, тут ручки, ручки. Блокнотики. Такие симпатичные блокнотики. Конечно, тут бардак уже, наверное. Так. Клей, блокнотики, в общем, разные. Большие блокноты есть. Дневник вот такой. Бесценненько. Я смотрю, вот такие органайзеры еще есть. За ручку взял и понес. Вот в развернутом виде. Здесь вот три отделения на молнии. Можно много всяких, не знаю, ручек, карандаши умеет положить. Можно повесить за петелечку на стену. Можно в руках нести. В общем, интересно. Я вот так вот на липучке. Тут еще другой цвет есть. Симпатичный. Разный. Так. Это что? Это альбом для рисования. Тоненькие. Еще тетрадки. Так. Искала я себе крем для лица. Дневной. Обычный. Я смотрю, вот тут вот есть витамин F. Ну, это жирный крем. Жирный, мне не надо. Витамин A. Витамин A, E. Витамин E. Гиалуроновый. Ну, вот я решила гиалуроновый взять. Не знаю. 55 рублей стоит. Ну, попробуем. Так. Ну, я решила взять ежедневки. Вот эти на пробу. 59 рублей. Вроде бы нормальные. 20 штук. Возьмем. Что-то новое. Такие не знаю. А вот интересно. Смотрите. Чудо пятки. Гель для домашнего педикюра. Интересное дело. Я пока это брать не буду. Может, в другой раз возьму. Так. Решила заодно посмотреть, сколько стоит гель для душа. И что тут вообще есть. На самом деле, вот, есть выборы. Все они недорогие. Все стоят до 100 рублей. 99, 85, 99, 79. И вот это 99. Но в пятерочке я брала последний раз гель для душа. Конечно, за облачные цены. Просто там. Я за 260, по-моему, самый дешевый нашла. А там и до 500. 500 с лишним. Короче, выбор есть. Можно брать кому крем-мыло. Вот это вот что это. Тропический коктейль. Жидкое мыло. Это что? Содержит гель алоэ вера. Но это тоже мыло жидкое. Так. Пришла я к тряпочкам. Я смотрю салфетки универсальные. Бамбуковые. Пять штук. Тридцать на тридцать четыре. Семь девять рублей стоят. Мне интересно, это ж натуральный, да? Бамбук это же. Ну, это не хлопок, но натуральный. Не синтетика. Но они запечатаны. Не могу открыть, пощупать. Ладно, пока не к спеху. Пусть пока висят. А вот эти вот тряпочки семь девять стоят. Вот они попадаются, бывают такие, которые плохо собирают воду. Не очень хорошие. Так. Те, которые пощупать можно. Вот это вот хорошая тряпка, чувствую. Вот это вроде бы тоже. Так, что еще, что еще, что еще. А вот такие тоже микрофибра, восемь штук. Сто сорок девять стоит. Но они, по-моему, не очень хорошие. Такие тряпки уже брала. Или я, или дочка брала. Это я знаю. Вот лежит. Сколько стоит, не знаю. Сорок на шестьдесят. Это большая. Вот эта чувствуется прямо, как полотенце. Прям хлопок хлопковый. Они еще тут разный цвет. У меня есть зеленый, желтый. Большая. Чем она мне нужна такая? Ладно, пока воздержусь. Пока не буду брать. А вот это что? Еще с петелечками. Салфеточки такие беленькие. Так. Ну и все. А вот эти вот тридцать на тридцать. Ну, по-моему, они не очень. Не знаю. Мне кажется, не очень они хлопковые. Ладно, идем дальше. Девяносто девять стоит. Смотрю сладкий календарь. Что это такое? А, это такие тут ячеечки. Открываются там шоколадки. Понятно. Так. Хочу Насте что-нибудь купить. Вот. Она любит барни. Бывает. Приходит внучка. Ждет от меня какого-то угощения. Возьму и барни. Сто двадцать девять. Ну, я увидела здесь такие маленькие печенюшки-говорушки. Маленькие, кругленькие. Деткам маленьким. Такое интересное печенье будет покушать. Не знаю. Здесь на него ценника не вижу. Одна пачка лежит. Сколько стоит, не знаю. Ну, я думаю, они дорогие. Ну, еще я смотрю. Здесь вафли сливочные есть. Такие вечерние тайны. Да, есть еще с шоколадом глазированные. С ароматом. С орехом фундук. Взять тоже еще внучки. Пускай будет. Недорого. Тридцать три, тридцать девять стоят. Так. Ну, еще по продуктам. Я смотрю. Цена. Маринованные огурцы семьдесят девять рублей. Есть корнишоны и такие обычные. Но это недорого по сравнению с пятерочкой, конечно. Я даже не знаю, взять или что. О, я смотрю, подтяжки детские. Стоит 149 стоит. Белые колготки для девочек. Носочки тут всякие разные. Носочки без сыника. Ну, хотя тут 55, 79. 99 самая большая цена. Это и то теплые. Так. Ну, в общем, что тут дальше? Так. Пакеты мне не надо. Что тут с кухней? Это у меня есть. Это что такое интересненькое? Интересно. Вешать. На мойку, наверное. Девочки. Бутылка складная. 249 стоит. И она вот так вот раскладывается. Ну, с таким еще зацепляшечным. Господи, сегодня так шумно здесь. В общем, короче говоря, она вот так вот. Ее так делаешь. Наливаешь воду. По мере заканчивания воды нужно ее складывать. Она будет уменьшаться в размере. Прикольно. А вот эта воронка для варенья 19,60 стоит. Это если из тазика наливать в баллон. Ну, или в банку. Широкое горлышко. Ну, прикольно. Придумать же что-нибудь такое вечно. Новенькое. Вот такая подставка под горячее. Интересно. Да. Молоток для мяса 199. Интересно. Он деревянный. А здесь вот такой наконечник металлический. Тут гладкий. Придумать же что-то. Что-то новенькое все время. Дуршлаг складной. И воронки складные. И все такое интересное прямо. Я смотрю, так много больших кружек появилось. Прям такие большие емкости. Ну, цены у них до 249. Есть по 99. 199. Нет, 299. А это держатель. В общем, короче, вот такие большие, разноцветные всякие. Интересные есть. А это что? С крышкой. Тоже такая кружка с крышкой что ли. Так. Ну, в общем, такие вот интересненькие штучки. Подставка под горячее. А это для салфеток. Такие вот стаканчики хорошенькие. С трубочкой. Симпатичные. Вот такая есть штучка с ручкой. Да, здесь, как я не приду, все время очень шумно здесь. Очень шумно. Но сейчас еще много народу. Так что, девочки, хочу на выход уже идти. Все. Так, увидела я свой любимый пломбир с мандалем. Сейчас возьму его. Цена не изменилась. 39,50 стоит. Ну, хорошо. Так, тут магнит у нас. Я магнит не хочу. В общем, вышла я из фикс прайса иду в пятерочку. В пятерочке у меня скидка пенсионная. Сейчас время еще позволяет. Ой, как душно на улице. Прям как в бане. Так, все. Взяла тележку. Уже сумки, сумки. Так, пойдем молочку возьмем. А, мне ж надо еще что-то куриное посмотреть. Что-то маловато тут лежит. Так, выгодно. 69,99. Короче, 1% кефирчик я возьму. И вот это молочко возьму. Нравится мне. Взяла я вам окорочка. Ну, это такие, которые там посвежее я взяла. Свеженькие. Так, масло красная цена. Выгодно. 97,29. Но масло у меня еще есть. Поэтому пока мне не надо. Станция молочная. Сладко-сливочная традиционная, не соленая. Интересно, что это за масло. Ну, пока не нужно. Но это, видите, оно дороже чуть-чуть стоит. Ну, все же дешевле, чем вот это вот. Интересно, интересно. Возьму, попробую. Девочки, если кто-то вот такое масло брал, напишите в комментариях. Хорошее, но вкусное. Но не хуже, чем красная цена. Ой, я смотрю, на молоке лупу повесили. Ну, правильно. Потому что здесь дату обязательно надо смотреть. Решила взять бульмени с говядиной, свининой. Я такие брала уже. Кстати говоря, такая пачка маленькая, она три раза не хватает. 18, что ли. Стоит 169,99. Ну, это так. Пускай вот в морозилке будет. Бывает иногда нет времени или не хочется готовить. Раз, взяла, я приготовила. Возьму. Так, финский сервелат по акции. Стоил 249,134 стоит. Так, 1 плюс 1 нету. Возьму, пускай будет у меня это дело. Так, почем тут у нас масло. В общем, такие цены. Нерафинированная, рафинированная селяночка. И, кстати, селяночка брала последний раз, по-моему, да? Так, вот это нерафинированная. Селяночка брала на 138, большие такие бутылки. А сколько тут? Литр 1,8 с ручкой. Такую большую не брала. Ну, неудобно мне такую большую. Так, масло красная цена. 8,108, 99 копеек. Селяночка рафинированная, 199, Слобода. По акции Слобода идет. Интересное дело. Бренд номер один написано. А это оливковая. С добавлением оливкового масла. Интересное дело, я не знаю. Взять, что ли, такую возьми. Так, ну и вот эта Слобода 122. Брала я уже, девочки, вот такую ватрушку. Здесь творожно-фруктовая. Там абрикос внутри под творогом. Очень вкусная. Мне понравилась. Она стоит 22 рубля. Надо взять. Так, я вот пришла соль взять. Ну, только я хотела в баночки. А в баночки я что-то не вижу. Я смотрю, вот такая вот. Вот это вот юдированная. Экстра мелкая, да, наверное. А это не юдированная. Ну, недорого стоит, нормально. Морская такая, иссякая есть. Но она не очень мелкая. Я ее засыплю в баночку. Возьму вот эту вот. Так, ну, что тут у нас по ценам? Картошка 32,99. Ну, так, нормальная картошечка, неплохая. Есть фасованная по 5 килограмм. 199 фасованная стоит. Так. Морковка 29,99. Лук, капуста. В общем, помидоры и луксы. Ладно, беру картошку и пошла. Все, девочки, я дома уже готовлюсь себе на ужин. Взяла вот пакетик риса, решила сварить. И вот бедрышки, которые я купила, пожарила, немножко потушила их. Ну, и с овощами буду это кушать. Доброе утро, девочки мои. Сейчас уже около 7 часов утра. Я смотрю, небо затягивается у нас с востока. А на западе у нас небо чистое. Но пахнет дождиком. Где-то рядом дождик идет. Может, у нас чуть-чуть пройдет. Вроде кратковременно должен быть. Ой, тишина. Ветра нету. Легкий-легкий такой ветерочек. И приятный такой дождевой воздух хороший дует. Классно. Девочки, вот этот крем, который я вчера купила в Фикс Прайсе, очень хороший. Мне понравился. Я сегодня нанесла. Нежная такая консистенция. В общем, недорого. И очень хороший крем. Вышла я, девочки, на улицу. На улице так хорошо. Я, кстати, за крем забыла сказать. Крем утро-вечер. То есть можно его два раза в день и утром и вечером используем. Погода сейчас хорошая. Девять утра. Точка куда-то рассосалась. Дождя не будет. Дождя не было. Не пошел. Вот. На улице пока еще 25 градусов. В общем-то, еще не душно. Вышла пройтись. Решила сходить прогуляться до поликлиники. Насчет ревакцинации спросить. Тоже пора мне ревакцинироваться. А может и сделаю сразу. Ну, не знаю. В общем, решила прогуляться туда. Свежим воздухом подышать. Ветра сегодня нету. Полный штиль. Решила пройтись пешочком. О, смотрите небо какое. Чистое небо. Немножко есть какие-то облачка. Ну, то ерунда. Ну, дождик, как всегда, прошел где-то мимо. Так, сейчас я зайду за дом, чтобы там потише было и продолжим. За дома еще пока не зашла. Я вспомнила, что я сейчас буду проходить как раз мимо нашего жил. Загляну туда, если там сейчас есть кто-нибудь, вообще их должно быть. Есть у меня к ним вопрос один конкретный. Писать бесполезно. Дозвониться невозможно. Шифруются. Работать не хотят вообще в нашей жиле. Вообще не хотят работать. На все у них отговорки находятся. Куда наши деньги уходят за оплату услуг по обслуживанию дома. Наверное, куда-то кому-то в карман, я так думаю. Ой, в тени так хорошо. Так хорошо слежу. Вот эта температура самая комфортная для меня. 25 градусов. То, что нужно. 24. Вообще классно. Ну, сегодня опять у нас до 33 будет. Вчера духота была страшная. Просто невозможная. Ну, сегодня решила я выйти пораньше. Пока свежо еще. Пока солнце не поднялось. Воздух сильно не прогрелся. Так. Думаю, прогуляюсь по свежему воздуху. Есть куда сходить. Когда есть куда сходить, я с удовольствием прогуливаюсь. А если идти некуда, мне не хочется особо выходить. Так, все, я дошла уже. Да. В здании, где жила находится. Сейчас сюда быстренько занырну. Ну, посмотрим, что мне там скажут. Так, ну что, я вышла. В общем, прояснила некоторые вопросы. Куда обращаться в случае чего. Вообще, конечно, вот мне нравится, у них на все вопросы коронный ответ есть. У вас много задолженников, чтобы что-то делать, нет денег, понимаете. Я говорю, а те, кто платят, должны жить в гадюшнике, что ли. В общем, я говорю, с задолженниками вы сами разбирайтесь там, в суд подавайте, решайте вопросы с ними, говорю. Это же вы должны решать, но не я же должна задолженниками вопросы решать. Но у них вот на протяжении не знаю сколько лет уже, чуть что сразу задолженники, задолженники, денег нет. А те, кто платит регулярно и своевременно, ну, на тех людей как бы наплевать. Так, ладно, короче говоря, все. Все, негатив в сторону, все, убираю. Нет, я вообще разговариваю спокойно, конструктивно. Я просто спрашиваю, задаю вопросы. Я говорю, вот возьмите, у меня такой вопрос, вот это надо сделать. Что лично я могу сделать для того, чтобы изменить ситуацию? Что там надо? Написать, подписать, собрать, может быть, подпись или куда, к чему, к кому обращаться? Вы, говорю, мне скажите, я обращусь. Вот, короче говоря, скоро уже приближаюсь к поликлинике. Начинает потихонечку становиться душно, еще такой немножко влажный воздух. Дождик, видимо, рядышком где-то прошел. И вот парит. Дождя у нас не было. Но я чувствую, что парит. Вот, забор этот. И прямо испарения какие-то какие-то. Хотела, девочки, я вчера вышла с магазина, хотела, думала, снять покупочки и закончить на этом видео. Забыла его закончить. Я домой пришла уже, думаю, ладно. В общем-то, продолжу. Утреннюю прогулочку сниму. Я уже думала, что надо пройтись. Сейчас посмотрим, что мне скажут. И все. В общем-то, я сегодня ничего делать не собираюсь у меня сегодня. Готовить не надо. Я еще не завтракала. Кофе попила и съела банан. А, кстати, насчет своего питания интервального. Я вам хочу сказать, взвесилась недавно. Девочки, вот ровно столько, сколько я весила месяц назад, столько же точно прямо вешаю сейчас. То есть у меня ни туда и ни сюда. Не набираю и не сбрасываю. И вот когда у меня такая возникает ситуация, на этом мне хочется завершить всякие разные диеты, но так как у меня не диета, а просто интервальное голодание, поэтому я стараюсь придерживаться, в общем-то, этих часов. Завтракать примерно около 11. И ужинать где-то около 5 часов. Если после ужина чего-то хочется, там стакан кефира или молока бывает, выпью. Ну, в общем, не ем. Ну, хотя бы удержать вес на месте. И то уже, как говорится, достижение, очень хорошее, прекрасное достижение. А что будет дальше, посмотрим, как у меня будет желание, настроение. Я просто в этом промежутке времени, между 11 и 5, ну, основательно я ем два раза, а вот перекус там еще себе, конечно, позволяю. Иногда, вот вчера мороженое поела, еще и ватрушку съела. Так что перекус себе позволяю такой, не диетический. Ну, вот захотелось, и что, почему? Что себе отказывать о смыслах? В общем, вот так вот. Кто-то мне там написал, дают, конечно, советы иногда такие умные, как будто бы я не знаю, что нужно гулять каждый день, 10 тысяч шагов или 5 километров в день проходить. Девочки, я и 2 километра не пройду. Так что для меня это, ух, неподъемная сила. И при том, хочу сказать, что если мне вот не хочется, меня никакой силы не заставишь, и мотивации такой сильной нету, чтобы меня заставить выйти и гулять каждый день там по 5 километров. Поэтому писать это все бесполезно. Чего меня учить? Господи, сколько ж мне лет-то уже. Как будто я чего-то не знаю. Все я знаю. И про диеты все знаю. И про хождение. И про зарядки. Ну, вот если чего-то мне не хочется, меня ничем не заставишь. Так что делаю, что хочу. Так, все, я уже пришла. Пойду узнаю, что к чему. Потом скажу вам. Ну что, девочки мои. Вышла я с поликлиники. Сделали прививку. Спутник Лайт, к сожалению, не было. Спутник Ви сейчас двухкомпонентный делают. Ну, ничего. Второй компонент приду через 3 недели. Сделаю все. В общем, ревакцинировалась я. Ну и все. Сейчас поеду домой. Уже не хочу. Немножко жарковато становится. Не хочу пешком идти. Пойду. Сейчас куплю арбузик. И пойду домой. На этом я хочу с вами попрощаться. Видео свое закончить. В общем, пишите комментарии, кому видео понравилось. Ставьте лайки. Кто хочет. И все. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok